СОВЕТСКИЕ ДАМЫ И обязательно надевала их под платье или блузочку. Особым шиком считались привезенные из стран соцлагеря атласные или шелковые комбинашки ярких цветочков, отдельные какие-то там элементы или даже кружева. Итак, женская комбинация начала стремительно входить в моду сразу после Великой Отечественной войны. Кроме того, еще проблемно было со стиральными машинами, это же понятно, и поэтому регулярно стирать верхнюю одежду оказывалось не так уж и просто. Не было в избытке и привычных ныне дезодорантов. Комбинация же, отделяя платье или блузки от тела, помогала им меньше загрязняться. Короче, платье потом не пропитывалось, а комбинашку все, как-никак, скажем так, намного проще постирать и легче, чем куча-куча различных вещей. Также нужно понимать, что комбинации могла скрывать, например, неэстетичность грубоватого советского нижнего белья, также простых бюстгальтеров, а также, как считалось, визуально улучшала фигуру, подчеркивая, что надо для самой женщины. И наоборот, уменьшая, то есть скрывая то, что не надо. Доходило даже до того, что дамы без комбинации в буквальном смысле слова, скажем так, себя словно голыми ощущали, то есть ногими. Но сегодня женские комбинации уже практически канули в лету, особенно в связи с тем, что женщины принялись активно носить штаны и брюки. Потому комбинации считаются уже далеко не модными, а главное, самое страшное, бесполезными. О подобном предмете женского гардероба, как комбинации сейчас, могут лишь только вспоминать и даже дамы, которым уже давно за 40 перевалило. Продолжение следует...